Полномочного министра и постоянного заместителя посла Германии в России, госпожу Беаты Гжески, глава округа Виктор Азаров, приветствует букетом цветов. Затем, согласно протоколу, происходит обмен подарками. И только после этого участники встречи присаживаются за стол переговоров. Первым беседу начал глава. Он сразу обозначил о том, что с Германией нас связывает давнее сотрудничество по многим направлениям. «В ФРГ у нас традиционно достаточно близкие связи и отношения с городом Дюрином на протяжении уже более 10 лет. У нас партнерские, побратимские отношения. Причем они развиваются очень активно. Практически в ежегодном режиме мы сотрудничаем в области образования, культуры, спорта. Для примера могу сказать, что наши дети выезжают в Дюрон на протяжении практически уже 7 лет и проходят обучение в Дюринской школе. Где-то порядка двух или полутора месяцев проживая в семьях. И дети из Германии также к нам приезжают. И им очень нравится вот этот обмен опытом между молодежью». Также Виктор Азаров рассказал о том, какие крупные культурные и спортивные объекты расположены на территории муниципалитета. И какие предприятия являются градообразующими и вносят основной вклад в бюджет округа. Госпожа Беата Кжеске в ответном слове поблагодарила администрацию за прием и выразила надежду, что эта встреча положит начало новому этапу отношений на всех уровнях. «Прежде всего я хотела бы передать вам привет от нашего нового посла, господина фон Гайра. Он заступил на службу всего лишь три недели назад. И он, конечно, тоже крайне заинтересован в том, чтобы наши отношения развивались не только на высоком уровне правительства стран, но и также между городами на муниципальном уровне». Обсудив ключевые направления взаимодействия, гостям организовали экскурсию по городу. Первый пункт повестки – Ледовый дворец арена Мытищи. «Я сидит, дышан, я сам дышан. Айс. У вас покрытие Ледовое на арену. Который залитый нет?» «Да. Мы сейчас идем туда, да». «Тут два поля. Маленькое поле, имеется в виду, без зрителя и большого поля. Мы сейчас на маленькое. Игра. Игра». Госпожа Беаты Кжески и ее коллегам показали тренировочный каток. Затем универсальный зал для занятий различными видами спорта. «Здесь занимаются мини-футболом, волейбол, баскетбол, тренировки, художественная гимнастика с предметами. Вот это ковры. Ковры расстилаются и девчонки занимаются художественной гимнастикой». «Что касается гимнастики, то для России это, конечно же, один из ключевых видов спорта». «Да, у нас много занимаются детей художественной гимнастикой. Особенно девочки. Гимнастика и фигурное катание. Все родители хотят, чтобы девочки занимались гимнастикой, фигурным катанием и балетом еще». «Завершилось знакомство с Ледовым дворцом на основном поле арены, где проходят как хоккейные матчи, так и баскетбольные игры Евролиги. Здесь зашла речь о содержании таких крупных спортобъектов. Как отметили обе стороны, удовольствие – это дорогое, но стоит вложенных в него средств, ведь речь идет о воспитании детей и молодежи». «Арена служит своеобразной визитной карточкой для вашего города, и люди, которые сюда приезжают, они так или иначе тратят свои деньги и свои средства также привозят?» «Есть вещи, которые не имеют стоимости – это и работа с молодежью. Для нас это приоритет, наши муниципальные, вообще во всех муниципалитетах. Поэтому бесплатное начальное спортивное, как мы говорим, образование мы предоставляем практически всей молодежи, и чем больше охват, тем лучше. Это более качественная работа с молодежью». Из арены гости отправились в немецкий культурный центр. Там им показали фотовыставку, посвященную истории отношений городов-побратимов Мытища и Дюран. Здесь полномочный министр и постоянный заместитель посла ФРГ в России и поделилась впечатлениями о знакомстве с нашим городским округом. «Думаю, что Мытища – очень прекрасный город, потому что он находится в прекрасном местоположении на берегу реки Яуза. Думаю, что у города потрясающий потенциал, что касается развития туризма. Думаю, что многие люди посетили бы ваш город и приехали сюда на велосипеде». «Я считаю, что партнёрство, которое возникает на межличностном уровне, возникает между городами, оно формирует основу для развития германо-российских отношений. И я была приятно удивлена, узнав о том, что на протяжении многих лет существует партнёрство с округом Дюран и есть новые импульсы. Это хорошо для отношений обеих стран». Встреча в немецком культурном центре также завершилась обменом подарками. Беата Гжески подарила руководству центра книги всемирно известных авторов Брехта и Цвейга, которые помогут учащимся здесь в освоении языка. Последним делегация посетила вагоностроительный завод. На метро «Вагонмаш» и гостям показали несколько цехов, в которых происходит ремонт, покраска и сборка вагонов и отдельных частей к ним. Сегодня на предприятии создают подвижной состав для метрополитенов многих российских городов и зарубежных стран, а также выпускают новейшие рельсовые автобусы серии «Ра-3». «В сегодняшний визит госпожи министра ознаменовал еще один новый этап развития наших отношений. Сегодня Вик Сергеевич и госпожа министр обсуждали очень много вопросов, касающихся не только взаимодействия на уровне двух государств, по большому счету, но и на уровне муниципалитетов. Обсуждались в том числе проблемы возможного взаимодействия и в том числе привлечения инвестиций на территорию городского округа Матища. Обсудили очень много проблем, тем более с 2011 года у нас уже официально зарегистрировано отношения с городом Дюрин. Они продолжают развиваться по всем направлениям, и одной из составляющих будет в том числе экономическая. Поэтому мы очень надеемся на позитивные результаты этого визита и рассчитываем на то, что взаимодействие сотрудничества будет продолжаться». На этом визит в Матище полномочного министра и постоянного заместителя посла ФРГ в России был завершен. Не исключено, что заинтересованность сторон в сотрудничестве проявится уже в ближайшее время реализации совместных проектов. Юлия Федериненко, Денис Петров, информационная программа «День».